Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят по всему городскому округу. На вопросы Люберчан отвечают профильные заместители и представители управляющих компаний. Какие вопросы задавали в этот раз, расскажет наш корреспондент. Встреча в формате выездной администрации прошла в актовом зале 41-й гимназии. Представители всех сфер открыты к диалогу. В блоке образования самый популярный вопрос – завершение строительства новой школы на полторы тысячи мест на улице Лётчика Ларюшина. По словам жителей, учебное заведение должно было открыться в сентябре этого года, но сейчас работы приостановлены. Близ ближайшей школы все переполнены. Просто детей приходится чуть ли не в три смены, они учатся. И классы переполнены, и учителям это нагрузка, и детям тяжело, всем тяжело. Либо возить куда-то тоже родителям тяжело. Были заданы вопросы, когда все-таки будет сдана школа новостройка на полторы тысячи мест в микрорайоне Джулебина парк, который располагается буквально рядом со 115 кварталом. Та школа, которую должна была заработать, мы надеялись, с сентября 2024 года, срок перенесен по объективным таким очень существенным причинам на будущий учебный год. Вопросы поступали и блоку жилищно-коммунального хозяйства. 15-му дому на улице Московской больше 50 лет. Жители просят провести экспертизу фундамента, так как под некоторыми входными группами появились провалы. Там же внизу пустоты, там раньше была речка и баллоны осушены. Поэтому фундамент... Я такой истории не знаю, ну? Да, просто я здесь живу 50 лет, поэтому рассказываю то, что я знаю. И я разговаривала с предпроводчиками, они говорят, что да, а почва такая. Потому что если посмотреть, у нас 6-й подъезд, у нас там 3 ступеньки. Первый подъезд, он уже уходит, там накатывают асфальт, да, где выходная группа, но он все равно уже проваливается. Решать всю нбу дому можно только всем домам. Остальные скажут, ребят, зачем вы потратили миллион рублей на экспертизу? Это же и средств дома. Поэтому здесь самое разумное, это при проведении следующего ВСС этот вопрос включить и жители голосуют. Это же ваши деньги, у управляющих компаний своих денег, и нет, есть только ваши. Также на встрече обсудили работу управляющих компаний, содержание дворовых территорий и контейнерных площадок. Все обращения взяты в работу.